В чем главное преимущество портала Гоха.ру? Вообще их несколько, но самое главное — наличие форума, который позволяет наладить живое общение с аудиторией. Хотя, возможно, для кого-то это будет открытием. Так вот, дабы сделать общение еще более живым, некоторые форумные темы будут получать свое предложение на нашем YouTube-канале. Иными словами, видео мы будем делать по некоторым форумным темам. Они вполне себе этого достойные, к тому же некоторым банально лень читать километры текста, так что все для вас, наши дорогие лентяи. Кому не лень, кстати, ссылочка на авторский текст будет в описании. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. Советская фантастика, кто бы что ни говорил, была достаточно самобытна и хороша. На ум сразу приходят братья Стругацкие, Иван Ефремов, Александр Беляев, Сергей Снегов, Алексей Толстой, но самое, наверное, странное и необычное — это то, что некоторые из фантастических произведений тех лет даже получилось экранизировать. Причем настолько вопреки и настолько талантливо, что большинство фильмов с годами получили статус культовых. Минимум экшена, практически никаких спецэффектов, легкий идеологический налет, без которого никуда, и на фоне всего этого поиск ответов на вечные вопросы, попытка докопаться до истины вместе со зрителем. Да, на сегодняшний день это выглядит несколько наивно, но сложно отрицать, что в тех фильмах был свой дух, шарм и глубина, которых лишены большинство их современных аналогов. Ну а начнем мы с Туманности Андромеды, старого фильма 1962 года выпуска, основанного на одноименном романе Ивана Ефремова. Далекое будущее земляне на звездолете Тантра входит в гравитационное поле одной из планет. Все наслышаны о скверном нраве железной звезды, у которой не посчастливилось запарковаться космолетчиком. Собственно, на попытках путешественников выбраться из смертельных объятий гостеприимной звезды и построено все действие как в книге, так и в фильме. Топливо у звездолета на исходе, и людям предстоит принять ряд тяжелых решений, смириться с потерями и пойти на риск, чтобы продолжить путь домой. Ну и немного контекста. Фильм, как я уже упоминал, основан на одноименном произведении советского фантаста, одного из столпов отечественной фантастики, Ивана Антоновича Ефремова, причем это первая часть трилогии под названием «Великое кольцо», в которой Ефремов детально описал мир будущего. Человечество якобы решило большинство социальных и технических проблем, перестроило планету, превратив ее в цветущий сад, вышло к звездам, влилось в «Великое кольцо» коммуникаций с иными цивилизациями, готовясь преодолеть последние ограничения, накладываемые законами природы на скорость межзвездной связи. Вот все это и планировалось раскрыть и показать, но не в одной туманности Андромеды, так как задумывалась вторая часть картины. Но в связи с безвременной кончиной Сергея Столярова, исполнителя одной из главных ролей, производство, к сожалению, было прекращено. Несмотря на это и на пропасть почти 60 лет, фильм даже сегодня можно смело рекомендовать любителям твердой научной фантастики. Желательно, конечно, при этом осилить трилогию «Великое кольцо», чтобы полностью быть в теме, и после просмотра не осталось вопросов. Фильм-то планировался двухсерийный, и это местами даже заметно. «Москва, Кассиопея и отроки во вселенной» — два научно-фантастических фильма 1974 и 1975 годов выпуска соответственно. С ними такое сегодня получился бы отличный подростковый блокбастер, всех этих ваших бегущих по голодным дивергентам за пояс бы заткнул. Школьный авторитет, разбирающийся во всем, что касается точных наук, Виктор Середа презентует свой проект — полет к созвездию Кассиопея на космическом корабле «Заря». На этом бы все и закончилось, если бы не появилась некая таинственная личность, заявившая, что так уж совпало, и в стране идет набор детей не старше 14 лет для полета в космос. Якобы полет туда-обратно займет больше 50 лет, а на Земле и вовсе пройдут столетия. Набрали шестерых умников и умниц, а седьмой Федя Лобанов, создатель суперклея, просочился самовольно. Собственно, благодаря этому персонажу все идет несколько не по плану, а твердая, пусть и подростковая фантастика обретает некоторые черты комедии. Кроме очевидной функции развлекать, фильм носит поучительный характер. Детям показывается, насколько полезными могут быть знания, какие тайны можно открыть, вооружившись этими самыми знаниями. Даже хулиган и лодер Федя Лобанов в конце концов проникается, начинает задумываться над своими поступками и принимать ответственность за них. Для взрослых, а взрослых этот фильм посмотрело едва ли не больше, чем детей, посыл тоже присутствовал. Было бы неплохо в глубине души немножко оставаться детьми, потому как именно гибкость детского и подросткового мышления, а также присущее им воображение, помогут справиться там, где возраст спасует. Фильмы, точнее фильмы, просто шикарны. Вспомнить хотя бы позабытого всеми робота-няньку с его пустой коляской и тоскливой мелодией колыбельной. Да дрожи. Смотреть просто обязательно. Солярис и нестареющая классика, получившая уже не одну экранизацию. Но советская, на мой взгляд, самая атмосферная и удачная. Итак, фильм 1972 года за авторством режиссера Андрея Тарковского по мотивам легендарного одноименного произведения Станислава Лема. Тарковский умел снимать по-разному, но не умел одного снимать плохо. С Солярисом он доказал, что и фантастику, причем на мировом уровне, со всеми полагающимися признаниями в Советском Союзе вполне себе могли. Фильм повествует о странных событиях на планете Солярис, которая сплошь покрыта разумным океаном. Люди пытаются его изучить, тот, в свою очередь, отвечает взаимностью. Правда, пока попытки понять логику океана чужой планеты тщетные. Десятилетиями туда вбухивались деньги, лучшие лбы бились над загадкой, так что в конечном итоге возник вопрос о целесообразности расходования средств на вот это все. А резюмировать ситуацию призван скептически настроенный психолог Крис Кельвин, который с этой целью прибывает на станцию. А дальше начинается форменная чертовщина. Оказывается, один из ученых покончил с собой, оставив предсмертное видео, остальные ведут себя, мягко говоря, странно. Да и сам Крис начинает видеть неучтенную девушку, пока не просыпается с ней в одной постели, и не оказывается, что это его любимая женщина, которую он потерял некоторое время назад. Мертвая, то есть. Но внезапно живая. Мне непонятно радоваться этому или, например, сойти с ума от ужаса. «Гости», как их называют в картине, ничем не отличаются от своих оригиналов, вплоть до мельчайших воспоминаний и физиологических подробностей. И вот что со всем этим делать, только один из множества серьезных вопросов, на которые придется ответить зрителю с подачи режиссера. Очень атмосферно, как это принято сейчас называть фильм, я с детства запомнил его именно по чувству какой-то тоскливой безнадеги, обреченности или дурного сна, от которого невозможно проснуться. Это ни в коем случае не значит, что «Солярис» не стоит смотреть. Стоит, но нужно подойти к этому ответственно, морально подготовиться, может быть, почитать оригинал и словить правильное настроение. В общем, далеко не развлекательное это дело. «Лиловый шар» – великолепный образчик детской фантастики для взрослых 1988 года выпуска по мотивам произведений Кира Булычева. Да-да, это про ту самую Алису, которая мила фон. На самом деле, конечно, гости из будущего тоже вполне могла бы попасть в наш список, но «Лиловый шар» имха все-таки представляет из себя больший интерес. Экипаж космического корабля обнаруживает в заброшенной инопланетной станции данные о доставленном на Землю много тысяч лет назад «Лиловом шаре», в котором находится вирус вражды. Этот вирус может привести к гибели людей, и героиня фильма, бесстрашная девочка Алиса, на машине времени отправляется в «Эпоху легенд», чтобы найти и обезвредить «Лиловый шар». Поняли, тут вам и классическая твердая сай-фай, когда они находят космический корабль, и зачатки фэнтезиатины, когда Алиса отправляется в «Эпоху легенд» с Бабой-Ягой, Кащеем, Бессмертной, Магией и вот этим всем. Впрочем, это касается всех произведений, касающихся Алисы, не в последнюю очередь из-за стопроцентного попадания в образ Натальи Игусевой, сыгравшей девочку, и непосредственно самого образа, созданного Киром Булычевым. И вы, и ваши дети, и дети ваших детей просто обязаны познакомиться с его творчеством хотя бы из-за этой смелой девочки из будущего. День гнева, фантастика и ужасы 1985 года выпуска. Бьюсь об заклад, вы про этот фильм даже не слышали. Это, в общем-то, не мудрено, сведений в сети о нем практически никаких. А между тем, качественно объединить фантастику с ужасами, тот еще квест. И день гнева с этим квестом справился на отлично. Итак, у нас есть некий профессор, который в своей лаборатории умудрился вывести, скажем так, человека 2.0. Умного, сильного, но при этом напрочь лишенного какой-либо морали, этики, эмоций и чувств. Об этом становится известно молодому журналисту Бентли, и тот в поисках сенсации решает разыскать секретную лабораторию ученого. Довольно нехитрый сюжетец, но какая реализация? Живописные виды, постоянно нагнетаемая обстановка, запуганные фермеры, вынужденные на ночь запирать дома и спать по очереди в ожидании очередного нападения от арка, так называют творения злобного гения. При этом в фильме почти нет экшена и спецэффектов, но от этого менее жутким он не становится. К тому же это не проходная пустышка, есть тут и глубоких смыслов. Например, остро, причем до сих пор, стоит вопрос, где проходит для науки грань дозволенного. В какой момент ученый пересекает невидимую черту, превращающую его в садиста Вивисектора? Но самое главное, имеет ли он на это право, пусть даже ради высшего человеческого блага? Ну и напоследок экранизация 1980 года повести Аркадия и Бориса Стругацких «Отель у погибшего альпиниста». Лично для меня повесть номер 2 А и Б Стругацких. Первая, разумеется, пикник на обочине. Здесь же сразу и не угадаешь, что это фантастика. Львиную часть времени «Отель у погибшего альпиниста» легко спутать с классическим детективом. В общем-то, сами братья воспринимали его исключительно как отходную жанру детектива. Несмотря на то, что по сравнению с оригиналом создатели фильма решили избавиться от большей части мистика, убрали философию и даже некоторых персонажей, получился весьма добротный детектив с элементами фантастики. «Отель у погибшего альпиниста», как несложно догадаться, действительно отель, расположенный в живописном месте в горах. Туда-то и приезжает по вызову инспектор полиции, и оказывается, что его никто не вызывал. Но на нет и суда нет, и он решает переждать ночь в отеле, а на утро отправиться в обратный путь. Параллельно он знакомится с, мягко говоря, странными постояльцами, а на следующий день сходит лавина, происходит убийство, но и присутствие инспектора в отеле, скажем так, становится более обоснованным. Хотелось бы обойтись без спойлеров, вдруг вы не смотрели этот фильм, но если вкратце, фантастики все-таки завезут, ближе к концу. В остальном же это мрачный, атмосферный, интригующий классический детектив в духе Агаты Кристи, причем в соответствующем антураже, выдержанном, насколько я понял, вполне осознанно. Так что тут отличное комбо, которое придется по душе как поклонникам последнего, так и почитателям фантастического жанра. Однозначно рекомендуем к просмотру. Напоминаю, если ваша душенька жаждет подробностей, ссылка на авторский текст есть в описании. Там вам маэстро Дитрум все более подробно и по полочкам разжует. Мне же будет достаточно вашего лайка и комментария под этим видео, где вы поделитесь своими примерами хорошей советской фантастики, а также скажете, как вам такой формат. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, еще услышемся. Субтитры сделал DimaTorzok